Добрый вечер Дорогие друзья, и пусть этот воскресный вечер будет для вас по-настоящему добрым. Вы смотрите программу туристической компании «Энжел» «Время отдыхать». Сегодня вы увидите репортаж с высоты более тысячи метров из корзыны воздушного шара. Богатое наследие древних горских народов по соседству с самым крупным в нашей стране телескопом. Что нужно сделать, чтобы ваш дом притягивал гостей? Это и многое другое, включая конкурсы с призами в программе «Время отдыхать». Оставайтесь с нами. На протяжении всей недели вы могли наблюдать необычайную радугу, состоящую из множества ярких монгольфьеров. Это не что иное, как третий международный фестиваль воздушных шаров, стартовавший в прошлое воскресенье в Железноводске. Наша съемочная группа внимательно следила за ходом фестиваля, совершая полеты в городальный корневод. Сюжеты о них вы еще увидите в программах «Время отдыхать». Директор нашей туристической компании «Энжел» по вашим многочисленным просьбам и звонкам решила испытать на себе новый тур – полет на воздушном шаре. А вот теперь пусть она сама вам все и расскажет. Подготовка к полету была недолгой. Экипажи знали свое дело. Теплый воздух старался и быстро привел шар в нужное состояние. Посадка в корзины и отрыв от земли – все произошло так быстро и так естественно плавно, что я не успела понять, что я уже в воздухе. А я ведь так ждала этого момента. Я пыталась описать в своем воображении свои первые чувства, но я оказалась не готова к тому, что я ощутила немое молчание. Немое молчание от тепла в корзине под сводом шара, от неописуемой красоты, которую нельзя вот так увидеть с борта самолета. Затем понимаешь, что напряжение и нервозное состояние исчезли. В какой момент – непонятно. И я ощутила сладко-тревожное чувство, ожидание чуда. Такое чувство испытываешь в новогоднюю пасхальную ночь, в ночь перед Рождеством, когда знаешь, что завтра, после этой ночи, все будет по-другому. Вот она твоя сказка, твоя мечта. И принц на белом коне, и волшебный посох, и семь чудес света – все для тебя теперь будет. Мы плавно парили, как будто шли пешком, над суетом, обыденностью, стрессами, неудачами и радостями земной жизни. А там внизу нашему полету радовались люди. Счастье им доставляло то, что мы летим над их миром. А может быть, они этого и не поняли, а просто радовались яркому зрелищу карнавала шара. И я вдруг подумала, сколько раз в жизни задавалась себе вопрос, чего ты хочешь, о чем ты мечтаешь. И мне казалось, что я знаю от них мира, любви, здоровья родителям, счастья ребенку и работы, хорошей, интересной, нескончаемой работы. Я всегда стремилась осуществлять свои мечты. И только здесь, в небе, плавно паря над земными мечтами, я поняла, что есть мечты, о которых даже не догадываешься. Конечно, в детстве, читая Жуля Верна, мы все мечтали о полете на воздушном шаре из Анзибара в Сенегал. Но потом были другие книги, другие герои и другие мечты. И мы забыли о той, несбыточной, как нам казалось. И вот я здесь. Почему люди не летают, как птицы? Летают. И даже не так, как птицы. Люди способны чувствовать, хранить свои мечты, описывать их и делиться им. А еще люди способны дарить лучшее чувство своим близким, родным, любимым. Туристическая компания «Энжел» поможет вам это сделать. Подарите своим любимым незабываемое чувство, ощущение чуда. Подарите своим детям на их первый юбилей, мечту. Подарите своим родителям радость. Ни с чем другим земным и даже самым красивым и дорогим не сравнится этот подарок. Редактор субтитров А.Семкин